Всем привет дорогие друзья, с вами Глеб Задой и это видео прогноз на предстоящую торговую неделю. В сегодняшнем видео мы посмотрим на ситуацию на валютном, товарном, фондовом, криптовалютном рынке. Я дам свои прогнозы, рекомендации и сделки, в которых буду участвовать сам на этой неделе. Собственно вы, я уверен, на этих сделках тоже вместе со мной сможете заработать. Единственное, помните о том, что все, что я здесь говорю и показываю, это мое личное субъективное мнение, все решения вы принимаете самостоятельно. Вот эта неделя будет крайне интересной, насыщенной с точки зрения новостного фона, поэтому предлагаю не размазывать долго кашу по тарелке, а приступить к разбору новостей и ситуаций на рынках. Единственное, что расскажу о том, что 6 ноября, на всякий случай напомню, что 6 ноября у нас стартует мастер-группа, это легендарный курс обучения, это будет финальный поток в этом году. Больше запусков мастер-группы в этом году не будет. 6 ноября мы стартуем, неделя совместной теории, неделя совместной практики, совместный чат для разбора вопросов, общения, обмена мнениями, сделками и так далее. Работа с кураторами, месяц самостоятельной практики, наработка статистики и ведение вместе с кураторами до результата в торговле. В общем, друзья мои, если вы хотите гарантированно научиться зарабатывать деньги на финансовых рынках, то вам нужна именно мастер-группа, ссылка на нее будет под этим видео. Ну а мы начинаем и начнем мы по традиции с разбора новостного фона, собственно, что нас ожидает с вами на этой неделе на финансовых рынках, какие новости. Собственно, в понедельник выходной в Японии, там отмечается день почитания старших. Во вторник будут публикованы данные по инфляции в еврозоне. В среду есть смысл, конечно же, обратить внимание на экономические прогнозы Федеральной резервной системы, а также на решение ФРС по процентной ставке. Как ожидается, на текущий момент ставка Федрезерва останется без изменений, но так или иначе, все равно к этому событию будет приковано огромное количество внимания, будет пресс-конференция. Единственное, обратите внимание, что это будет довольно позднее вечернее время. В четверг ВВП в Новой Зеландии решение по ставке примет Банк Швейцарии, решение по процентной ставке примет Банк Англии. Разумеется, там будут всевозможные пресс-конференции, публикации писем Банка Англии по инфляции, ну и так далее. Ну и, собственно, в четверг это все. Ну а в пятницу единственное событие с тремя звездочками – это индекс деловой активности PMI в секторе и услугах в Штатах. Ну, я на такие события особо не смотрю. В общем, понятное дело, что на этой неделе все внимание максимально будет приковано к решению Федрезерва по процентным ставкам. Ну, помимо этого, еще и, собственно, Банк Швейцарии, Банк Англии тоже свои решения объявит. На это тоже стоит обратить внимание. Ну а мы с вами тем временем переходим к разбору картинки на рынках. Начнем мы по традиции с разбора картинки на валютной паре евро-доллар. Технический взгляд на евро-бакс пока еще здесь, обратите внимание, вроде бы как сохраняется восходящий тренд. Единственное, давайте сверим максимумы-миниумы, точнее, минимумы, которые были у нас вот здесь. Вот это у нас, собственно, 25 мая. Минимум – отметка 1.06.344. И на прошлой неделе минимум – это отметка 1.06.309. То есть формально по евро-доллару на недельном графике, если смотреть по максимальным и минимальным точкам, которые на текущий момент наблюдаются здесь, у нас по максимумам наблюдается рост, а по минимумам, пускай незначительное, но снижение. Это говорит о том, что тренд на евро-долларе начинает меняться, друзья мои. Будьте крайне внимательны и осторожны, принимая любые решения по валютной паре евро-доллара сейчас. Потому что вот такая вот картинка с расширяющимся боковым треугольником – это самая нехорошая картинка для торговли, завести может абсолютно куда угодно. На дневном графике здесь, разумеется, у нас нисходящая тенденция. На графике четырехчасовом, ну, формально здесь, я бы тоже сказал, нисходящий тренд, но такой, не сказать, чтобы сильно ярко выжили. Ну, глобально мы падаем, локально тоже снижаемся, в конце прошлой недели была коррекция, посмотрим, как будем торговаться в начальной этой неделе. Есть вероятность, что в очередной раз пойдем штурмовать минимумы прошлой недели, новые локальные минимумы с мая месяца, обновлять их, ну, и так далее, и тому подобное. В общем, ситуация на евро сейчас, ну, очень интересно складывается. Что касается теперь индикаторов, то скользящие средние на недельном графике падают, на дневном графике скользящие средние падают, на графике четырехчасов. Также наблюдается снижение по скользящим средним, по индикатору RSI на недельном таймфрейме. 13-й RSI пока еще располагается в зоне нейтральной, вот тройка уже в зоне перепроданности, достаточно глубоко там находится. Есть рогатка, это, наверное, едва ли не последний шанс на то, чтобы дать сигнал корректировки единой европейской валюты наверх. Ну, корректировка в любом случае будет, но то, что все-таки минимумы обновили, это говорит о том, что продавцы готовы продавать по более низким ценам, чем это было в мае месяце, в конце мая, начале июня. И, соответственно, формально продавцы готовы к дальнейшему снижению, ну а покупатели готовы к тому, чтобы их ниже пустить. И, несмотря на возможный шанс корректировки по вот этой вот рогатке, соответственно, дальнейшее снижение, оно здесь действительно может продолжиться. Что касается дневного графика, здесь особый индикатор находится в зоне перепроданности, что, в принципе, тоже нам говорит о том, что неплохо бы валютные пари скорректироваться наверх. Но перепроданность, обратите внимание, здесь не критическая, каких-то там конвергенций я здесь вроде бы как не наблюдаю. Давайте посмотрим в приближении. Ну, конвергенция, если есть, она такая очень-очень незначительная, и ее, конечно, надо бы смотреть на более маленьких таймфреймах. Теперь смотрим график четырехчасовой. Вот здесь, собственно, тоже такая довольно незначительная есть конвергенция. Обратите внимание, вот таким вот образом она у нас, собственно, выглядит. График цены по минимумам падает, график индикатора по минимумам практически стоит на месте. Это говорит о том, что можем скорректироваться наверх, но опять же, корректировка будет куда-нибудь в район отметки 1.07.500, 1.07 ровно, ну а дальше, в общем-то, я бы пока загадывать не стал. Что касается рекомендаций здесь, так, давайте для начала вот эти Fibonacci уберем, которые нам так заслоняют картинку на недельном графике, сделаем, чтобы их было видно только на 4-часовом и на дневном графике, значит, на недельном таймфрейме. Напомню, что достаточно давно я топил за историю о том, что приход вот к этому минимуму, к майскому, это будет хорошая проверка на прочность для евро-доллара и неплохая возможность для открытия сделок на покупку. По крайней мере, здесь совершенно понятно, где ставить стопы, понятно, какой потенциал и соотношение рисков-прибыли здесь очень и очень хорошее. Соответственно, сейчас, с учетом того, что минимумы обновили, я бы, конечно, еще посмотрел, как закроется эта неделя, как мы будем на этой неделе торговаться, потому что для того, чтобы сейчас закрепить результат, продавцам нужно еще ниже толкнуть котировки евро-доллара и новостей, которые могут к этому привести, сейчас, в общем-то, достаточно на этой неделе будет. Так вот, закрепить результат, конечно, нужно, я бы посмотрел, как торговля будет производиться на этой неделе, потому что если закрепления результата не будет, это скажет о неуверенности продавцов в дальнейшем. Снижение котировок, возможно, мы снова вернемся к этой идее, но пока я бы вот эту историю с покупкой от нее бы вообще, в принципе, отказался и на недельном графике бы вообще не давал никаких рекомендаций. Впрочем, по большому счету, вне зависимости от того, где вы здесь заходили, да, особенно если вы заходили на прошлой неделе, то вы сейчас можете выйти с каким-то минимальным отрицательным результатом, либо же можете дождаться коррекции, опять же, в районе отметки 1.07-1.07500 и там выйти более уверенно из этих сделок. Теперь, что касается дневной картинки, по дневному графику, значит, мы так и не дождались роста вот в район вот этих вот максимумов, в район отметки 1.09-1.09500. Собственно, эту историю, наверное, есть смысл здесь тоже уже в общем и целом-то отменить. По Fibonacci до 38 уровня мы не долетели, обновив минимум, поэтому нужно перестраивать линии Fibonacci дальше вниз и, собственно, ждать уже как раз-таки вот опять же отметка 1.07500 чудеснейшим образом здесь ложится на, для открытия сделок на продажу. Продажи по четырехчасовому графику здесь тоже не состоялись, котировки не дотянули до вот этого диапазона, где нужно было открывать сделки, поэтому эту историю мы тоже закрываем. И, собственно, сейчас будем смотреть на новые точки входа в рынок. Еще раз, недельный график я здесь ничего рекомендовать пока не буду. По недельному графику хочется посмотреть, как завершится текущая неделя, как будет осуществляться торговля на текущей неделе. По графику D1 здесь нужно присматриваться в район вот этих вот максимумов, которые у нас были, получается, в середине, не в середине, а в начале текущего месяца. Это примерно, опять же, отметка 1.07500. Ее можно брать сейчас как реальный ориентир для принятия решений. Это по дневному таймфрейму. И по графику 4-часовому, в принципе, точно такая же ситуация. 38.2, значит, отметка 1.07500, возможно, будет недобой, возможно, мы остановимся где-нибудь в районе отметки 1.07400. Вот здесь можно, собственно, продавать. По 4-часам, по 4-часовому графику, еще раз напомню, конвергенция, которую тоже можно попробовать отработать, то есть потенциал порядка 800 пунктов здесь есть, там до 1000, скажем. И после того, как реализуется этот потенциал, если вы здесь будете заходить, то вот здесь нужно будет, соответственно, закрыть покупки и перевернуться на открытие сделок на продажу. Вот такой расклад по евро-доллару на эту неделю. Переходим к британскому фунту. Что примечательно, британский фунт на недельном графике минимумы не обновил, но я уверен, что если евро-доллар пойдет дальше вниз, то у британского фунта другого варианта, кроме как обновить в очередной раз минимумы, просто физически не будет. Формально здесь пока еще сохраняется восходящий тренд. Нисходящий, да, восходящий, восходящий, точно. Говорю об одном тренде, да, смотрю уже на другой таймфрейм. На недельном графике, еще раз, пока формально восходящий тренд мы здесь однозначно пока еще растем, пока не пробит вот этот, опять же, минимум, который здесь был также в конце мая месяца зафиксирован. По дневному графику, конечно же, здесь нисходящая тенденция. По графику четырех часов, вот такая же ситуация, однозначно нисходящая тенденция. По индикаторам, скользящие на неделе падают, на дне падают, на графике четырех часов также падают. По RSI на недельном таймфрейме, 13-й в нейтральной зоне, тройка в зоне перепродности, также есть рогатка, как и на евро-долларе, в общем-то неплохо было бы скорректироваться. По дневному графику также об индикаторах в зоне перепродности неплохо было бы скорректироваться. График четырехчасовой, здесь, кстати, так же, как и по евро, есть конвергенция, обратите внимание, вот таким вот образом я бы ее здесь обозначил. График цены очевидно идет вниз, график индикатор вот здесь даже явно идет наверх, то есть если по евро там мы практически вровень идем, горизонтально, то здесь, ну, наклон вверх, он, в общем-то, невооруженным взглядом. Это значит, что конверт этот может здесь неплохо реализоваться и, собственно, может быть поход наверх. С учетом того, что волатильность по фунту все-таки она чуть повыше, чем по евро, соответственно, здесь на конвергенции можно будет заработать побольше. Теперь, что касается рекомендаций. Ну, вот эта рекомендация с покупкой, она в целом пока еще остается актуальной, по крайней мере, если отбросить в сторону картинку по евро-доллару. Но, если вспомнить про евро-бакс и то, что евро-бакс на этой неделе будет пытаться закрепиться ниже майского минимума, то, скорее всего, вот эти покупки, они уже могут стать неактуальными. Будьте с ними крайне, крайне осторожны. Я здесь добавлю такую вот историю, что если будет пробой, то в этом случае можно будет уже и торговать на продажу, опять же, с оглядкой на единую европейскую валюту в обязательном порядке. По дневному графику на прошлой неделе, обратите внимание, у нас здесь была рекомендация продавать вот в этом вот диапазоне. Собственно, на прошлой неделе котировки, вот прям получается, когда это у нас было? Это у нас был, судя по всему, нет, это у нас в пятницу прошедшему сюда подходили, да, поэтому вот эту историю мы пока оставляем без изменений. То есть, вот сюда примерно в район 1,25400, 1,27400, вот в этом диапазоне есть смысл открывать сделки на продажу. По графику четырехчасовому отрабатываем конвергенцию и внимательно смотрим на вот эти вот макушки, которые были у нас на прошедшей неделе. Вот, возможно, будет реакция на них, но эта история такая интересная исключительно с точки зрения того, что фунт может пойти вслед за евро. После реализации конвергенции может как раз-таки здесь случиться остановка по конверу, дальнейшее движение вниз вслед за евро с понятным стопом, стоп за максимумом прошлой недели. Ну, а потенциал, вы, собственно, друзья, мы и сами видите, да, к текущим ценам это порядка полутора тысяч пунктов, поэтому вот эту историю есть смысл отработать хотя бы с точки зрения того, что здесь неплохое соотношение рисков прибыли. И обратите внимание, что верхняя граница четырехчасовой истории, она замечательно совпадает с нижней границей дневного диапазона, который мы с вами ранее отмечали, что не может не радовать и в очередной раз подтверждает нашу идею. Доллар и иена. Много вопросов про доллар и иена в последнее время, опять все там заговорили про возможное вмешательство Банка Японии в ситуацию на валютном рынке, пока Банк Японии медлится какими-то решениями и на недельном графике здесь у нас сохраняется восходящий тренд. По дневному графику также мы видим восходящий тренд, по графику четырех часов также мы видим восходящий тренд. По индикаторам скользящие на неделе растут, на дне растут, на графике четырех часов растут. RSI, недельный график, продолжает формироваться дивергенция, все никак она не сформируется, но чем выше залезают котировки, тем больше будет потенциал для снижения. Дивер здесь очень и очень интересный. По графику D1 также видна конвергенция, дивергенция, оба индикатора находятся в пограничной зоне между нейтральной и зоной перекупленности. И по четырех часам от таймфрейма, 13-й в нейтральной зоне, а вот тройка даже зашла в небольшую перепродность, но совсем незначительно. Что касается рекомендаций, значит на прошлой неделе в рамках недельного графика по-прежнему была актуальна рекомендация покупать в районе вот этих вот минимумов, до них еще очень далеко, поэтому здесь можно не торопиться с выставлением позиций. По дневному графику рекомендации я на прошлой неделе не давал, собственно, насколько я помню, там речь была опять же про дивергенцию, поправьте меня, если я не прав, и говорил, что смотрим на дивера и ищем точку входа по диверу. Ну, точек входа я пока вот таких прям явных, четких не вижу и такое ощущение, что доллар-иена все-таки она еще попытается сходить повыше, причем вот обратите внимание на важный момент. Вот здесь у нас есть локальный такой вот максимум по закрытиям, давайте отдельно его отметим, у нас это отметка 148.600, вот 148.600 это по максимумам. Цена закрытия максимальная, которая вообще в принципе была на валютной паре евро в прошлом доллар-иеном, на счет у меня сегодня с оговоркой много косяков, да, ну уж извините. В понедельник, то есть, собственно, только вливаемся в рабочий процесс. Так вот, по закрытиям на недельном графике, это максимальная точка закрытия прошлого года, довольно важный психологический уровень, возможно, будут, конечно, попытки прорыва вот сюда, это у нас максимум у прошлого года в районе отметки 151.900, но, честно говоря, и 148.600 тоже неплохо подходит для того, чтобы принимать уже какие-то решения, в общем, в любом случае, вот в этом вот диапазоне что-то, да, может случиться. И, опять же, дивергенция с историей вот этих вот локальных максимумов хорошо ложится на идею к тому, чтобы продать валютную пару доллар-японская иена. Также на прошлой неделе вот в этом диапазоне я говорил, что можно открывать сделки на продажу, в итоге вот тут у нас был незакрытый гэп, его логично, что перекрыли, и от верхней границы после перекрытия, собственно, движение было порядка 600 пунктов, на этом эту историю можно закрывать. Не самая лучшая идея, не самая интересная, но сейчас вот по доллару и иене я бы уже никаких рекомендаций в рамках графика четырехчасовой не давал. Все рекомендации здесь сейчас лежат в плоскости недельного и дневного таймфреймов. Доллар, швейцарский, франк, недельный таймфрейм, нисходящий тренд, дневной график, восходящий тренд, график четырехчасовой, восходящий тренд. Скользящий на неделе, 190 падает, 21 разворачивается наверх, дневной график, 190 падает, 21 растет, обратите внимание, зажимают котировки между скользящими средними. Четырехчасовый таймфрейм, вот здесь уже обе скользящие средние устремлены наверх. RSI, недельный таймфрейм, 13-й в нейтральной зоне тройка в зоне перекупленности, присутствует рогатка, которая говорит, что неплохо было бы скорректироваться вниз. Дневной график, оба индикатора в зоне перекупленности, также неплохо было бы скорректироваться вниз, график четырехчасовой, вот здесь даже оба индикатора уже вернулись фактически в нейтральную зону. Ну и не могу здесь не отметить вот такую вот дивергенцию, которая видна достаточно хорошо на четырехчасовом таймфрейме. Ну, собственно, картинка маслом, как и на евро-долларе, точно так же, как и на графике британского фунта к американскому доллару, здесь вряд ли могло быть что-то другое. Если мы видим там конвера, то здесь, разумеется, будет дивер с крайне-крайне высокой вероятностью, действительно, мы его здесь наблюдаем. Потенциал этого дивера, это вернуться к нижней границе фиолетового диапазона, порядка 600 пунктов, не та идея, ради которой стоит здесь заходить, а стоит здесь заходить вот ради какой идеи. Во-первых, мы сейчас с вами уже подбираемся не просто к верхней границе ранее обозначенного нами диапазона недельного, где явно будет проверка на прочность для данной валютной пары, так еще и мы подбираемся к верхней границе дневного диапазона, и вот здесь у нас отметка 0,90, собственно, важный психологический уровень, на который, как мне кажется, валютная пара реально может неплохо среагировать. Поэтому вот здесь однозначно надо смотреть на открытие сделок на продажу, тем более, что еще есть дивергенция, поэтому вот чем ближе к 90 сможем продать, то есть текущие котировки на момент записи видеопрогноза это 89,600, соответственно, ну пунктов 300 прострелим наверх и можно уже вставать на продажу, за 90 ставить, за вот эти вот макушки, за вот эти вот максимумы июльские, конца июля ставить стопы, ну а потенциал, ну давайте скажем так, я все-таки жду, что хотя бы, хотя бы мы скорректируемся, ну куда-нибудь в район 88,500, то есть порядка полутора тысяч пунктов здесь забрать вполне себе можно, ну а глобально, на всякий случай, напомню, давно эту историю вам не показывал, глобально валютная пара вообще находится на довольно низких уровнях и у нее есть очень хороший потенциал для роста, здесь надо, наверное, показать даже в рамках недельного графика, более наглядно будет, то есть мы не так давно с вами стояли на минимальных значениях с 2015 года и даже там прорывались до минимальных значений, если отбросить вот эти вот минимумы 2015 года, прорывались к минимальным значениям 2011 года и вот этот глобальный большой диапазон по доллар-франку, давайте вот таким вот образом я его сейчас обозначу, в котором валютная пара держится уже без малого получается 12 лет, вот эта нижняя граница, где мы были, она и собственно говорила о том, что мы можем отсюда отбиться и пойти куда-нибудь вот сюда, вот в район верхней границы, а это на секундочку, друзья мои, уже паритет и даже может быть чуть повыше, ну потенциал прибыли, я думаю, каждый в состоянии посчитать сам, потенциал огромный, вопрос только реализации во времени, поэтому текущие вот эти все истории с продажами здесь, это так, небольшой откат, возможность на нем заработать, перезаход снова в долгосрочную позицию на покупку и держим до победного, пока доллар-франк собственно не даст нам вот те самые заветные тысячи пунктов, а здесь тысячи пунктов прибыли потенциальной есть в долгосрочной позиции на недельном таймфрейме. Так, ну с доллар-франком, я думаю, понятно, и стратегия, и тактика, да, что делать, я думаю, в общем-то тут все должно быть ясно. Австралийский доллар, недельный таймфрейм, нисходящий тренд, дневной график, я бы здесь, честно говоря, ну вообще формально мы, конечно, находимся вроде как в нисходящем тренде, да, но я, честно говоря, вот тут бы скорее сказал, что боковик, потому что фактически мы из одного и того же диапазона не выходим уже целый месяц. График четырехчасовой, здесь мы подрастаем, у нас здесь рост наблюдается, по индикаторам скользящие на неделе падают, на дневном графике 190 падает, 21 разворачивается наверх, по графику четырехчасовому 190 падает, 21 не может определиться, она то ли вверх, то ли вниз, ну так как бы подрастает вообще в целом, но сейчас котировки вот завязли около нее и не понимают, куда им дальше идти. По индикатору RSI на недельном таймфрейме, здесь уже индикаторы фактически вернулись в нейтральную зону, на дневном графике 13 в нейтральной зоне, тройка даже в зоне перекупленности небольшой, по графику четырехчасовому оба индикатора в нейтральной зоне, то есть нет явных признаков ни к росту, ни к падению. Что касается рекомендаций, вот эта история с продажей в районе 38 полтинника 61 по FIB от последней волны снижения по-прежнему актуальна, долетим, можно смело продавать, подтверждающие сигналы будут вообще шикарно, ну и на прошлой неделе вот по четырехчасовому графику я говорил, что вот в этом диапазоне надо открывать сделки на покупку, и какие же бы вы были молодцы, если бы вот здесь собственно поставили в районе минимума начала прошлой недели покупки, потому что от них котировки на секундочку отлетели на 900 пунктов, и это очень крутая была история, мы зацепили прям самый-самый минимум недели. Собственно, кто заработал, большие молодцы, кто не заработал, будьте внимательнее с рекомендациями и не пропускайте их. Теперь, по австралийцу я бы сказал, что этот диапазон нужно приподнять вот таким вот образом, его сейчас есть смысл обозначить, где-то в районе вот этого диапазона есть смысл открывать сделки на покупку, аккуратненько по четырехчасовому графику, если мы сюда собственно придем. Желательно, чтобы мы пришли также вот каким-то резким проходом, да, и дальнейшим отбоем. Переходим к канадскому доллару. Канадец, как мы и ожидали, продолжает снижаться на недельном графике, при этом у нас, ну формально, давайте так скажем, я бы не стал здесь вообще выделять какую-то конкретную тенденцию, сказал бы, что здесь большой боковик, совершенно непонятный и так далее. По дневному графику, вот здесь пока еще сохраняется вроде как восходящая тенденция, если смотреть на последние максимумы, минимумы, по четырехчасовому графику, здесь у нас нисходящий тренд. По скользящим на неделе растем, на дне 190 растет, 21 снижается, четырехчасовый таймфрейм здесь обе скользящие у нас уже начинают разворачиваться вниз. RSI, недельный таймфрейм в нейтральной зоне все, на дневном графике 13 в нейтральной зоне, тройка в зоне перепродности, график четырехчасовой, здесь у нас 13 пока еще в пограничной зоне, между нейтральной зоной перепродности, а вот тройка уже в зоне перепродности и продолжает дойти. Глобально все остается без изменений, недельная картинка, вот этот диапазон, помните, да, прокол был, вот, кстати, обратите внимание, по евро мы говорим, обновили вроде как локальный минимум, но надо закрепиться, вот с канадцем была точно такая же история, но она случилась раньше, на неделю, ровно на неделю раньше, тоже был прокол, тоже мы могли засомневаться в открытии сделок на продажу, но закрылись ниже, и, кстати, по евро, обратите внимание, это по сути тоже, ведь мы закрылись, все-таки выше вот этого локального минимума, поэтому вот надо посмотреть, как будет торговаться евро-доллар на этой неделе, хоть я сказал, что там позиции на покупки, давайте их от греха снимем, но если так же, как и по канадцу, по евро случится история с тем, что мы не сможем закрепиться, то в этом случае евро получит шанс на рост, как и канадец, получил шанс на снижение, история-то отрабатывается, но совсем скоро она иссякнет, эта история, в общем-то, я еще на прошлой неделе, по-моему, говорил, что уже можно фиксироваться с продажами, но быть может, быть может, еще немножечко подпросядим, потому что по дневному графику мы ждем 38, а может быть даже 50 по FIBA от последней вот этой вот большой волны роста, это у нас уровни 34 ровно, либо 34, примерно 700, вот вам ориентиры для фиксации прибыли по продажам и для открытия сделок на покупку. По четырехчасовому таймфрейму, ну вот здесь пока не особо хочется давать какие-то рекомендации, единственное, что может быть, будет пролет вот сюда вот куда-нибудь в район 35500, может быть в район 36 примерно, да, вот отсюда можно аккуратненько попробовать продать при наличии подтверждающих сигналов, это, собственно, у нас максимумы середины прошлой недели. Переходим от валютного рынка к рынку товарному, это у нас золото, недельный график, нисходящий тренд, дневной график, вышли мы вроде бы как вот из диапазона, да, на прошлой неделе, и сейчас тестируем его с обратной стороны, вот очень интересно, сможем ли мы тестировать его и пойти дальше вниз или все-таки нет, да, потому что тут многие тут наметились сначала на продажу, потом засомневались, перевернулись в покупки, ну, на прошлой неделе золото, вы помните, да, заставило многих понервничать, и покупатели, и продавцы здесь, в общем-то, были с потными ладошками. По дневному графику, если отбросить историю с треугольником здесь, то у нас здесь, конечно же, формально нисходящая тенденция. По графику четырехчасовому, при этом я бы не стал выделять какую-то конкретную тенденцию, сказал бы, что мы, ну, вроде как локально-то в конце прошлой недели выросли, то есть вот это можно уже называть восходящим трендом, но мы уперлись в сопротивление, стоим очень дорого, кстати, хай здесь, это 1930,68 центов, хай конца недели 1930,40 центов, то есть получается мы неделю-то закрыли с хвостом все-таки чуть ниже, то есть был не до хай, но уже на этой неделе, в самом начале пятидневки мы хай поставили 1930,57 и еще раз был не до хай, то есть получается не до хай, еще один не до хай, это значит, что золото, скорее всего, как вы понимаете, друзья мои, будет снижаться, поэтому вот я бы сейчас смотрел бы здесь, конечно же, на продажи. Глобально надо продавать, мы здесь не дотянули до диапазона, где надо продавать по недельному графику пока еще, но не страшно. Нижняя граница треугольника, верхняя граница диапазона, мы говорили, что если из нее там выйдем, то там что-то может случиться, но сейчас я бы уже эту историю пересмотрел и сказал бы, друзья мои, вот прям вот как есть, вот прям как видим, золото надо селить, потому что есть неплохой потенциал для дальнейшего снижения. Кстати, вот даже не помню, говорил ли я что-то по индикаторам, ну давайте по индикаторам проверим эту историю. Недельный таймфрейм, 190 растет, 21 снижается, дневной график, 190 растет, 21 растет, график 4-часовой, тут тоже скользящие средние растут, вроде бы как скользящие говорят нет, не надо, но опять же, это такой индикатор запаздывающий. По недельному графику, RSI в недельном таймфрейме в нейтральной зоне, по дневному графику 13 в нейтральной зоне, тройка в зоне перекупленности, по графику 4-часовому здесь особо индикаторов по граничной зоне между нейтральной и зоной перекупленности. Вот не очень мне нравится эта история, если, конечно, посмотреть на более маленькие таймфреймы, то тут все станет гораздо интереснее. Почему? Потому что даже на часовике тут видна вот такая дивергенция, но мы ее уже пропустили с вами, да, и впрыгивать вроде как в уходящий поезд не самая лучшая затея, потому что мы можем сейчас упасть куда-нибудь там в район 1923 и на этом все остановится с этим дивером. Но, тем не менее, сейчас все-таки я вижу потенциал для снижения золота и при этом с учетом того, что на более крупных таймфреймах тут нет дивергенций, каких-то глобальных перекупленностей и так далее. Это значит, что может быть вынос стопов, так что будьте аккуратны и стопы по продажам ставьте обязательно. То есть выбьют стопы по вот этой вот истории, мы вернемся к истории недельной и продажей в диапазоне от, ну, примерно 1950-1985. Будем искать продажи там, разумеется, при наличии подтверждающих сигналов будем заходить. Нефтяные котировки, переходим к ним, собственно, поздравляю вас, друзья мои, на прошлой неделе обновили максимум с начала текущего года. Наконец-то нефть вышла из-за того диапазона, в котором мы торговались, там, получается, 8 месяцев. Недельный график, разумеется, констатируем восходящий тренд, вероятнее всего и на дневном графике мы увидим восходящий тренд, действительно так и есть. На 4-х часов графике такая же картинка восходящий тренд, максимумы все выше, выше, выше. По скользящим средям на неделе растем, на дне растем, на графике 4-х часовом также растем. По RSI на недельном таймфрейме оба индикатора в зоне перекупленности. По дневному графику хотелось бы мне сказать, что здесь есть дивергенция, но нет, друзья мои, дивергенцию здесь перерисовали. Такое бывает, поэтому, друзья мои, покупатели, точнее продавцы по евро, продавцы, опять у меня какой-то сумбур, да, продавцы по нефти. Думаю про евро почему-то, да, говорю про нефть. Значит, или наоборот, кому как больше нравится. Хотя, может быть, оговорка по Фрейду, как вы понимаете, может быть, вот эту историю надо для евро как раз ее переложить на картинку с евро. В общем, продавцы по нефти, будьте крайне внимательны, потому что мы находимся весьма таки близко к отметке в 95, а там уже и отметочка 100. А нефть очень любит трогать вот такие вот круглые уровни, круглые значения. И на самом деле потенциал вот похода к отметке в 100 здесь действительно есть, потому что, обратите внимание, недельная картинка. Вот эти вот макушки конца прошлого года, вот это как раз примерно там 99-100 долларов за баррель. Вот сюда такое ощущение, что котировки сейчас стремятся. Поэтому, продавцы, будьте, пожалуйста, повнимательнее и при возможности выходите из своих продаж и превращайтесь в покупателей. Как мне кажется, это сейчас гораздо более интересная история. Итак, теперь, собственно, вернемся к нашим картинкам. Дивергенцию на дневном графике перерисовали, 4-часовой график. Здесь у нас присутствует даже дивергенция на 4-х часах. Вот формально, да, вот эта дивергенция на 4-х часах, она очень маленькая, ее даже, наверное, на часовике надо смотреть. На часовике, мне кажется, она немножечко более наглядной будет. Вот график цены растет, график индикатора, ну, думаю, ни у кого не вызывает сомнений, он снижается. Здесь мы должны прилететь куда-нибудь в район 93-х, 93-20. И вот здесь, наверное, есть смысл выходить из продаж, если вы еще их вдруг держите. И, возможно, даже переворачиваться на покупку. Теперь к рекомендациям. Ну, недельный график. Вообще, конечно, хочется возврата куда-то в район 90. И мы говорили о том, что вот диапазон продавим, да, еще по дневному графику. Куда продавим, туда и пойдем. Так и случилось. Этот диапазон уже отработали. И сейчас я бы смотрел здесь уже на покупки вот в этом вот диапазоне. То есть, если мы сюда придем, я бы в этом диапазоне, в диапазоне где-то от 89 вплоть до практически 91 доллара за баррель, смотрел бы на открытие, сделать на бай. Если туда придем по 4-часовому графику, там по часовику, можно даже пораньше пробовать, но очень-очень аккуратно. Вот где-то вот в районе вот этого локального минимума прошлой недели, возможно, будут забросы очередные. Может быть, даже будут попытки пройти ниже. Это у нас 91.60, 93.10 примерно, да, вот в этом диапазоне. Надо смотреть на открытие сделок на покупку. Ни в коем случае не на продажу. Это здесь зря. На покупку. Потому что, опять же, потенциал здесь похода на отметку в 100, он очень-очень серьезный. Смотрим на американский фондовый рынок. Индекс S&P, недельный таймфрейм. Ну, как бы глобально пока еще растем. Но вот хотелось бы обновление максимума, чтобы закрепить историю с восходящим трендом. Пока что-то как-то не удается. По дневному графику также у нас здесь восходящий тренд. По графику 4-часовому также восходящая тенденция наблюдается. По индикаторам скользящие на неделе растут, на дне растут. На графике 4-часовом 190 растет, а вот 21-го начала падать в конце прошедшей недели. RSI, недельный таймфрейм. В пограничной зоне между зоной нейтральной и зоной перекупленности. Ну, ближе, наверное, к нейтральной все-таки зоне, что тут все находится. Можем как вырасти, так и упасть по неделе. И это видно, потому что вроде бы как глобально-то мы растем. А вот если смотреть по максимумам, уже несколько недель мы тут пытаемся куда-то подрасти, обновить вот эти локальные максимумы текущего года, а никак это не получается. Поэтому можем реально пойти сейчас как вверх, так и вниз. По дневному графику. Здесь у нас оба индикатора также в нейтральной зоне. Потенциалы есть как вверх, так и вниз. И на графике 4-х часов 13-го в нейтральной зоне, тройка в зоне перепроданности. Небольшой, ну, то есть скорее вроде как бай, но, в общем-то, и вверх, и вниз можем тоже, опять же, прогуляться. То есть нет такого, что прям точно бай и не других вариантов нет. Скорее бай, чем сел, вот так вот. Но прежде чем бай, еще можно и гэпчик попробовать закрыть. Что касается рекомендаций. Глобальная история с покупкой вот в этом диапазоне, да, я уже много раз его упоминал. Это 4 130, 4 300, где-то вот в этом диапазоне можно покупать. По дневному графику, еще на прошлой неделе, вот здесь вот мы как раз были, кто покупал, большие молодцы. Тут 1000 пунктов по индексу СНП могли бы забрать. Эту историю, честно говоря, я уже бы и закрыл. Вот, ну и на дневном графике, наверное, сейчас я бы немножечко более локально смотрел. Вот таким вот образом. Вот гэпчик перекроем и можно будет, собственно, заходить на покупку. Точно такая же история, мне кажется, здесь на 4-х часовом таймфрейме. Да, вот гэп перекроем и вот на верхней границе этого диапазона можно уже смотреть на покупки. Потенциал, ну, опять же, те же самые там около 1000 пунктов. Ну, 800 там, да, до максимума вполне можем прогуляться. А там дальше будем смотреть. Биткоин, ничего интересного. По-прежнему, чуть выше 25, там даже 26. Собственно, никак не разродимся с ростом. Ну, вот сколько раз уже говорил, что 25 это хорошая отметка для покупки. Сколько раз отсюда мы отбивались. Вот, все, кто здесь покупали, все большие молодцы. Повторяться не очень хочется, но немножко смущает история с биткоином меня тем, что к уровню мы подходим, отбиваемся от него, а роста-то как бы глобального здесь нет. Да, есть отскоки, да, есть отбой, явно кто-то набирает позицию, но то, что рынок все-таки каждый раз методично подходит и тестирует отметку в 25 тысяч долларов за единицу, говорит о том, что все-таки и силы, которые хотят биткоин уронить, они тоже присутствуют. Поэтому, как бы нам при пробое 25, если вдруг он случится, не вернуться к истории с покупкой где-нибудь в районе 19, а может быть даже там в районе 15,5, а там уж чего бы и до 12 не прогуляться, не сложить бы нам биткоин еще в два раза от 25 тех, которые мы с вами, друзья, мы видели. Такой риск здесь действительно присутствует. Но пока топчемся в диапазоне от 25, там до 30, 31,5 и, собственно, ну тут как бы, знаете, как с биткоином, тут скорее момент какой, вопрос, какую позицию вы занимаете. Если вы инвестор, такой типа там на год 2-3, 25, хорошая отметка, вполне вероятно, что уже в следующем, или там через год мы увидим и 100 тысяч долларов за биткоин. Если вы трейдер, то ловим отскоки, торгуем в диапазоне, обязательно ставим стопы с прицелом на то, что а можем мы провалиться и ниже 25 тысяч, собственно, предпосылки к этому тоже имеются. Мы их пока не видим, но не видим в смысле технических каких-то сигналов, но по цене, по самой видно, что если есть какой-то уровень, который методично тестируется, и от него нет какого-то глобального роста, это значит, что продавцы все-таки готовы толкать котировки ниже. И как бы вот покупатели здесь не сломались и не отдали инициативу в руки вот этих самых продавцов, которые продавят биткоин ниже, а там есть куда падать. Еще раз, это 19-20 тысяч долларов, это 15-15, да, я по-моему называл, и 12-13 тысяч за биток, это, собственно, диапазон, о котором мы очень-очень давно говорили. Вот эта вот линия, которая висит у меня на графике, да, зелененькая, в районе 12 тысяч 149 долларов, она здесь висит уже, я не знаю, ну, года полтора, мне кажется, очень давно мы рисовали эту линию с вами, и я уже забыл, честно говоря, когда это случилось. Но вот туда можем прийти, то есть к этому надо быть готовыми. Итак, на этом на сегодня все, всем спасибо за внимание. Друзья мои, я постарался сегодня дать как можно более развернуто ответ на вопрос, что делать на финансовых рынках на этой неделе. Неделька еще раз напомню, очень жарко, очень насыщенно. ФРС, Банк Англии, Банк Швейцарии, тут будет на чем реально поторговать, будут причины для волатильности, поэтому не пропускайте возможность заработать. Ставьте лайки под этим видео, обязательно жду вас в комментариях. Ну и всем пока-пока, всем хорошей торговой недели.